Мы с вами рассматривали категорию становления и ее роль для исследования исторических процессов. А сейчас речь пойдет о категории изменения. Категория изменения. Ну, как известно, категории надо не выхватывать, а выводить. Чтобы легче было это запомнить, потому что они находятся в определенной системе. Они просто, так сказать, берутся из головы или даже при помощи головы, неизвестно откуда. Значит, что мы имели, когда мы рассмотрели становление? Становление, как у нас было выяснено, оно есть единство возникновения и прихождения. А возникновение мы стали рассматривать как что? Как ничто, переходящее в бытие, а прихождение как бытие, переходящее в ничто. То есть, снова мы обнаружили бытие и ничто, но уже немножко в другом виде. Потому что и бытие и ничто – это оказались не абстрактные бытие и ничто. Раз бытие переходит в ничто, то оно содержит уже в себе ничто. А если ничто переходит в бытие, значит, оно в себе содержит бытие. Поэтому, на самом деле, каждый из этих переходов собой представляет всё становление, но как бы с одной стороны. Один вид со стороны бытия, другой вид со стороны ничто. И что получилось у нас? Получилось у нас, что то самое возникновение, которое имело место благодаря разности бытия и ничто, что они разные, оно стало исчезать. Почему? Потому что раз бытие переходит в ничто, а ничто переходит в бытие, тогда, следовательно, нет ничто, нет бытия, и нет тогда и становления. То есть становление есть благодаря разности бытия и ничто, а бытие и ничто исчезают. Значит, исчезает и становление. Вот это такой формально-логический вывод об исчезании и становлении. И он означает, что нам надо сказать, о каком же результате этого исчезания, потому что, если мы изучаем процесс диалектически, мы прекрасно понимаем, что не бывает исчезания в ничто. Во что исчезло? Что произошло? Для этого надо ещё раз вернуться к пониманию того, что такое становление. Становление, как мы выяснили, уже хорошо знаем, это беспокойное единство бытия и ничто. Правильно? Бытие в ничто, а ничто в бытие, они не просто в единстве, они ещё и беспокойнее такие, друг к другу переходят. Что является отрицанием беспокойного единства? Задача. Мы её решаем с вами в два приёма. Сначала, что является отрицанием беспокойства? Беспокойство. Это легко. Беспокойствие. Что является отрицанием единства? Мы об этом тоже уже говорили. Что? Что? У нас с вами есть единство, нет? Единство есть у нас? Есть. Есть. Если мы на одной лекции находимся. Разве это не единство? Вот вы сейчас уйдёте и останусь я один тут. Вот если я останусь один, будет единство? Нет. Как-то странно, да, говорить. Сейчас я выйду и скажу, я единый сам с тобой. А вы скажете, что у вас с головой? Вот. Поэтому говорят о единстве когда? Когда есть что-то разное. Бывает о единстве взглядов людей, так сказать. Разные у них могут быть единые взгляды. Наверное, не по всем вопросам, а по некоторым. Единство позиций, морально-политическое единство. Как угодно. Разное единство бывает. Всегда, когда говорят о единстве, внешняя форма, что это одно, а за этим скрывается не одно. По крайней мере, два. Поэтому, когда мы говорим об отрицании беспокойного единства, так отрицанием единства что является? Различная. А? Различная. Что? Ну, давайте громче. Различная разница. Давайте громче. Что вы так? Различная. Различная или разница? Нет. Отрицанием единство является простота. Ну, единство – это много. Что является противоположностью многого? А простое. Там ничего многого нет. Простое. То есть становление в результате своего отрицания становится спокойной простотой. спокойное и простое. Могу привести пример. Костер разжигали, огонь горит. Это пример становления. Это пример становления. Правильно? Бытие дров переходит в ничто. Ничто этих самых. Ничто дров, то есть кислородное горение переходит в дым. Дым – это ничто уже огня. Правильно? И так далее. Вот, так сказать, идут все эти процессы. А когда догорел костер, он покрывается пеплом. А в глубине – жар. А снаружи можно даже руку приложить. Когда много пепла уже. Но если вы копнете, там жар. Там температура тысячи градусов. Ну, такая же здесь картина. Ведь отрицание становления – это его не отталкивание, не отбрасывание, не выбрасывание. Не то, что открыл окно и выбросил туда становление. А если там человек идёт, и до него это упало. А если это становление тяжёлое, как утюг? Это называется убийство по неосторожности. Дают меньше, но в тюрьму сажают. Так мы должны просто понимать, что отрицание становления – есть его снятие. Снятие – это очень важная философская категория. Хорошо, что мы её получили на ранних этапах, потому что она всеобщая, и она характеризует именно отрицание диалектическое. А что значит диалектическое отрицание? Оно всегда содержит в себе то, что отрицается. Вот я хочу вот его отрицать. Иду и специально иду его отрицать. Что мне для этого нужно? – Концент. – А что значит оттолкнуть? – Я должен притронуться к нему. И никуда тут не денешься. Если два борца выходят вольного стиля, что они там? С чего должны начать борьбу? Обняться должны. А если две, скажем, армии, вот они, стоят одна напротив другой. Значит, они так стоят и стоят. Помните, было стояние на угре? Стоят и стоят. Да где тут борьба? Дескать, если вы, то мы. А вы говорите, если вы, то мы и стоят. То есть для того, чтобы можно было говорить об отрицании, значит, в этом случае нужно иметь в виду прямо противоположное утвердение. Поэтому никакого такого отрицания, которое бы оставляло после себя выжженную пустыню, не бывает. И что такое отрицание диалектическое? Это и есть отрицание. Мы уже знаем, в результате отрицания получено спокойное и простое. Дескать, хватит нервничать, понервничали, успокойтесь теперь и спокойно занимайтесь. Это что такое? Отрицание какое? Диалектическое отрицание с удержанием того, что отрицается. Вот будут меня изучать. Это тот человек, который подошел к студенту и толкнул его. И куда я теперь от этого отмазаться? Ведь невозможно. Это все видели. Если что, у вас свидетелей тут полно. Ничего не докажешь. А я скажу, да нет, я не толкал, я только притронулся. Не надо, говорит, вы отрицание делали. А раз отрицание, значит, толкали. Как я тогда от этого спасусь? И вы бы, если бы сказали, подинули его за руку, а вы толкали именно. А то, что вы к нему притрагивались, ну да это ясно, но все равно вы толкали. Ну, в общем, не отрицаться мне теперь. Мы с вами теперь все навечно. Я в вашей истории, а вы в моей истории. А вы вот не попали к нам в историю. Не, ну вы где-то рядом были, на задворках истории. Вот это очень важная категория снятия. То есть можно сказать так, что в результате снятия становления имеет место спокойное и простое. Так оно есть? Раз оно есть, то оно? Бытие. А не чистое же? А какое? Как мы узнаем, какое оно? Очень просто. Берем наукологию Гегеля и смотрим, как Гегель назвал. Потому что вот угадать, как вас зовут, я не могу. Могу спросить, но угадать это немыслимо. Как можно угадать, как человека зовут? Это же просто знак, правда? Поэтому, когда речь идет о названии, о формулировках, категории, они берутся из истории философии. Не мы с вами создали эту философию. Мы заглядываем туда. Потом не мы создали систему. Надо брать, конечно, не просто какой-нибудь справочник, где все может быть перепутано. Мертвые кости скелета, да еще и перепутанные, как сказал Гегель. А надо брать какую-то научную систему. Более разве это научной системы категорий, чем у Гегеля нет. Мы туда заглядываем, и последующие философы опираются на нее. Заглядываем и видим, что это называется наличное бытие. Почему? Потому что налицо бытие, а ничто, оно в нем там. Как вот этот жар под пеплом. Его нет налицо, а он есть. У вас желудок есть? Он не налицо. А может быть наличное ничто? А? Наличное ничто, может быть? Нет. Не может быть, раз оно наличное, то есть только бытие может быть. Наличное ничто не бывает. Ничто – это отрицание. Чтобы показать отрицание, надо иметь какое-то что. Да будет ничто. А как вы можете их быть ничто? Хотя есть такие философы, к нам приезжал один из Казани. Я предлагаю первую категорию взять небытие. И книжку написал. Я говорю, ну так у вас, как у Параменида, видно, что вы предлагаете первое. Ну так первое – это то. Оно есть у вас, это первая категория? Есть. Значит, она – бытие. А у вас написано небытие. Вот ваша книжка неверная с самого начала. А что дальше книжку писать? Выбросите свою книжку. Ну, если человек перепутывает, философы перепутывают бытие – ничто. Его нельзя подпускать уже ни к чему. Или историк – движение вперед и движение назад перепутывает. Мы, говорит, назад не пойдем. И идут назад. Только назад. Ну, сейчас так и говорят. Мы назад не пойдем. Куда вы? Делают частную собственность на Землю. Частная собственность помогает развитию капитализма или мешает, товарищ историк? А? Откуда вы это взяли? Откуда вы это взяли? Я бы на вашем месте сказал. А вы даже это не показали. Только улыбайтесь. Это вы пошутили. А почему вы пошутили? Вы знаете, что Марс говорил. Ну, не то, что знаете, но слышали. Что национализация Земли способствует развитию капитализма. Национализация. Почему? Что такое частная собственность на Землю? Это частная собственность на Землю означает, что для того, чтобы на ней, на этой Земле, создать капиталистическое предприятие, надо частному собственнику платить что? Абсолютную ренту. Абсолютную ренту. Абсолютная рента – это что? Это экономическая форма реализации собственности на Землю. Если я вот скупил всю Землю, а вы все капиталисты, вот идите ко мне, я вам буду нарезать участки, вы на них будете строить свои предприятия, эксплуатировать рабочих, а я ничего не буду делать. Ничего не буду делать. А что я буду делать? А я буду получать у вас, с вас, абсолютную ренту. И чем больше у вас таких, и чем лучше вы развиваетесь, тем мне лучше. А я что буду делать? А я уже показываю вам, что вы будете. Вот так я буду сидеть. А деньги туда складывайте. Сейчас вот, там у меня мешок большой есть, туда складывайте. Заносите. А когда национализируется Земля, эта рента абсолютно убирается, и тогда что получается? Капиталисты же что сделают? Они то, что мне будут давать, закладывают в цену. Вы же в цену заложите, я же знаю, вы же не просто так, мне отдали, а потом скажут, ну, теперь я буду меньше прибыли получать. Да, конечно, вы будете меньше. Вы зарплату будете меньше платить. Вы раз туда заложили это в цену. И с кого содрали? Ну, с потребителя. Ну, и мне отдали. А содрали с потребителя, значит, если цена больше, значит, спрос меньше. Если спрос меньше, значит, стимулов для развития капиталистического производства тоже меньше. И стимулов меньше. И издержки производства больше стали. Если бы издержки производства больше, прибыль меньше. В общем, один вред от этой частной собственности на Землю. Поэтому переход к национализации ускоряет развитие капитализма. А те, которые говорят, мы назад не пойдем, и начинают продавать Землю. И все. И все. И они идут строго назад. А считают, что идут вперед. Вот такая штука. Так. Значит, наличное бытие называется эта категория. Если мы наличное бытие назвали собственным именем, значит, надо его рассматривать. Вот как его рассматривать? Это же вот раз оно наличное бытие, то оно результат снятия становлений. А раз оно результат снятия становления, значит, в нем есть становление. В нем. В нем. Налицо нет. А в нем есть. Ну вот, мы уже видели пример с желудком. Его налицо нет. И слава Богу, что его нет налицо. Вот. Тогда мы обращаем свои взоры на это самое ничто, которое есть в становлении. Но вы согласны, что вот это вот ничто, которое здесь, в наличном бытии, не похоже на ничто, которое было свободное совершенно. И оно переходило. Не похоже. Не такое. Другая картина. Вы это ничто нашли не рядом с бытием, а в нем нашли. В нем. Вот это ничто, как вот, скажем, у вас недостатки есть? Нет. Судя по вашим выступлениям на прошлом занятии, Ну, раз у вас нет недостатков, вы плохой пример. А у вас есть недостатки? Есть. Это ваше утверждение, эти недостатки? Или это ваше отрицание? Это ваше бытие или ваше ничто? То есть, ваше бытие в недостатках. То есть, вы... А вы что, преступник, что ли? Мошенник? Морально-раследный тип? Нектое степень, да. А? Некоторая степень. Что значит, некоторая степень? Убийца в некоторой степени. Сколько? Серийный, что ли? В серии 10 квадратей? Неправильный вашего. Зря вы это сказали, что у вас есть недостатки. Нет недостатков. Вот, товарищ взялся на себя, весь ваш груз. Ну, отлично. Мне же нет. Так, вы позорите великий китайский народ. Вы ответственности должны понимать. Ну, вот, я отвечаю только за 140 миллионов, а вы за миллиард 380. Вы понимаете разницу, нет? Ну, что это такое вообще? Как перепутать ничто с бытием? Вы же есть или нет? Есть. Значит, вы бытие. А я говорю о небытии. О противоположности. Вашей противоположности. Вашей недостатки – это ваша противоположность, а не ваше воплощение и выражение. Вы достоинство от недостатков отличаете? Я ваше достоинство хотел подчеркнуть. Через недостатки, конечно. Ну, дескать, вот недостатки, вот достоинство. А вы зачеркнули все свои достоинства и выступили воплощением недостатков. Да вы как дьявол. Ну, дьявол – это что? Это воплощенное ничто. Правильно? А кто такой дьявол, знаете, нет? Падший ангел. Падший ангел. Вы когда ангел пали? Может быть, не поможет, скатился по наклону. Скатился. Это вы его довели. Он приехал, как стеклышко из Китая. Пообщался с некоторыми нашими. С вами, между прочим. И вы все недостатки ему свои передали, а сами остались без недостатков. Больше никогда с ним рядом не садитесь. Сейчас вы правильно сидите. Сейчас все будет хорошо. Все наладится. Так. Значит, вот мы нашли это самое ничто, и оно уже не такое, поэтому у нас должно быть другое имя. Какое у него имя? Как вы думаете? Небытие. Вот люди просвещенные там продвинутые, они знают. Небытие. Не путайте. Ничто с небытием. Небытие, оно оппонент бытию какому-то. Поэтому не наши недостатки, это оппоненты наши достоинства. Правильно? Некоторые считают, что это продолжение. Если какой-то гад это сделал, то это как бы продолжение чего-то хорошего, что вы сделали. Что-то мне это не очень нравится. Такая формулировка. Я бы написал, что это противоположность. Это тоже продолжение, но противоположное продолжение. А когда просто продолжение, это как будто оно просто превращается в себя. Так. Вот это небытие. Теперь такая картина. Небытие. Посмотрите на это небытие. Все посмотрели умственным взором. Можете посмотреть на небытие? Умственным. И увидите вы небытие, принятое в бытие, так что конкретное целое имеет форму бытие. Имеет форму бытия. Вот это небытие, принятое в бытие, так что конкретное целое имеет форму бытия, называется определенность у наличного бытия. Вот вы, дорогой товарищ, это тот человек, у которого есть эти недостатки. Но эти недостатки, это просто ваша определенность, а вы сами-то не такой. Видите разницу? Если это ваши недостатки, значит сам бы прямая противоположность своих недостатков. Это как бы у вас, если человек не дурак, то это прямая противоположность дурака. Понимаете? То есть это ничего плохого я про вас не сказал. Хорошего тоже не сильно сказал. Ну, что есть. Пример. Мы уже начали с вами разбирать, и где-то на этом и застряли в прошлый раз. Чай мы с вами пили? Пили. Значит, чай, в который положили сахар, туда положили не чай. Это отрицание. Это небытие чая положили в чай, и вот это вот небытие чая придало ему определенность. Сладкий чай теперь это называется. Еще натолкали туда лимон. Лимон тоже не чай. Лимон положили в чай, получили чай с лимоном. Еще какие есть предложения? Некоторые любят с бергамотом еще. Бергамот тоже не чай. Это все небытие чая. Ну, в общем, накидали туда всего. Еще имбирь можно положить, нарезать. Тоже полезно. Ну, хватит уже туда натолкнуть. Короче говоря, получили чай с не чаем. Определенный чай. Вот, в зависимости от того, вот там у вас целый иконостас продают в этом буфете там с этим, с этим, с этим, с этим, с этим. Это все ведь с определенностью. Чай с определенностью. Определенный чай там дают. Определенный. Что дает определенность? Отрицание. Что дает возможность прочитать ваш текст? Что дает возможность прочитать ваш текст? То, что вы его не белым по белому написали, а синим по белому. А если вы белым по белому писали, то вы бы не испортили тетрадку. А сейчас испортили. Но зато сейчас видно, что там содержание видно, лекции тут. А так вы тетрадку не испортили, а содержание лекции было бы отсутствовало. То есть эта тетрадка-то у вас предназначена для лекции. Это же не просто тетрадь. Особая тетрадь. Особая папка. Особая тетрадь. Так что это определённость. Определённость – это не бытие, принятое в бытие. Так что конкретное целое имеет форму чего? Форму белого. Если я спрошу, у вас какого цвета страница? Вы же не скажете, что она синяя. Какого цвета скажите? Для меня она серая. Я не спрашиваю, что для вас. Для вас вообще я крокодил. В смысле я? Ну цвета какого? Что тут в смысле? В смысле какого цвета? Мам, слушай, она серая. Ну, у меня дихромия. Владимир Владимирович в таких случаях говорит, я вам доктора вызову. А доктором знаете, кто бывает в таких случаях? Председатель Следственного комитета. Так. Определенность. Теперь что хочется? Если мы что-то нашли и назвали, что нужно дальше делать? Рассмотреть то, что нашли. А как только мы начнем рассматривать эту определенность, это вот небытие, принятое бытие. Так же конкретная целая форма бытия, начнем ее рассматривать, и сразу она превратится во что? В бытие. Ну, раз рассматриваем, она есть? Есть. Значит, бытие. То есть, если вы, скажем, дали вам, как нормальным людям, чай с сахаром. Так. Вы вместо того, чтобы пить чай, начинайте рассматривать, что там это чай? Это чай. То есть, что такое сахар? Сахар – это не чай. Так. Почему вы мне дали не чай? И тогда этот вот то, что не чай, с сахар рассматриваемый, превратился в бытие. Правильно? Так вот, определенность, которая берется как бытие, все равно чай уже не вернется. Это вам долго надо будет выпаривать все и еще заварку устранить. Я не знаю, что получится. Какой-нибудь чайный сахар у вас получится после выпаривания. Вот. Но рассматривать его как бытие можете. И вот такая определенность, которая рассматривается как бытие, как называется? Как? Это я просто хочу узнать, читаете вы на ухологии или нет? Или мои призывы услышаны? Не услышаны. Детка, зачем я буду читать? Вы все равно рассказываете. А читать это долго. И надо время выделять. А тут заодно вроде и слушаешь, и читать не надо. Красота. Так вот, такая определенность, которая берется, будучи не бытием, берется как бытие, называется качеством. Так, у вас рост есть? Есть. Берем ваш рост. Ваш рост берем. Допустим, вот у меня здесь был бы это. Были на осмотре. Вот. Вот он здесь стоит, такая планочка. Сюда вас подводим и пишем. 172. Сами вы меня вообще не интересуете. Меня интересует что? Рост. Рост. Вот рост для меня бытие. А вы? Ничто. Рост. То есть я беру вашу определенность как бытие. Это качество. Когда говорят, вот человек умный. Умность. Умный – это что? Это человек или качество? Нет. Человек он не умный. Человек весь он. Вместе с умом, со всем сознанием. А вот если вы берете только одно его качество, вырвали, то это уже одна определенность человека, но взятое уже как бытие качество. Но качество есть или нет? У вас качество есть? Есть. Раз оно есть, оно что? Бытие. Какое? А что вы думаете? Что тут думать? У нас никакого бытия, кроме наличного нет. Да что вы думаете? Куда полетит ваша мысль? Некуда ей лететь. Даже нет двух точек, чтобы с одной точки в другую перелететь. Ну, в чистое бытие же вы не перелетите. Уже все. И вы же понимаете, что от чисто мы уже ушли. До свидания. Больше другого бытия не было. Считать умеете до одного? Да. Вот одно у нас есть бытие. Вот и все. А это было уже в прошлом. Ну вот. А раз это наличное бытие, а в наличном бытии есть становление. Это становление нам показывает, или, как говорит Гегель, является масштабом для понимания, для того, чтобы брать качество, только как одностороннее, быть положительное. Надо его взять как положительное, в противоположность отрицательному, и как отрицательное, в противоположность положительному. Логично? Вот взятое как положительное, в противоположность отрицательному, это реальность. Вот то, что вы здесь сидите у меня на лекции, это реальность. Это что значит реальность? Вы сидите, сидите, а ответить не можете. Нет, не то, что совсем не можете, а отвечаете, но не на все. Потому что все идет с отрицанием. А отрицание есть тут? Есть отрицание. Надо то же самое качество взять, как отрицание. Вот если я беру вас как реальность, то вы умный студент. А если я беру вас это же качество, как отрицание, как будет? Не дурак. Да, не дурак или не глупый. А то некоторые говорят, дурак. Нет, это неправильно. Если как отрицание, отрицание умного, отрицание глупого, отрицание дурака. Не дурак, не глупый. Как вас лучше называть? Выбирайте. Луч умный, по-моему, тоже быть. Вот если я скажу, девушка не дурна, еще не хватало бы, что она дурна была. Или говорят, красивая или смазливая. Но смазливая – это что? Это отрицательное выражение того же самого. Вроде бы то же самое качество. Говорят, смазливая. Ну, значит, что-то у нее есть. Что-то есть. А когда говорят, красивая, это тихо, спокойно, но, по крайней мере, не поражает какие-то странные чувства. Ну, хорошо же, можно сказать, красивая девушка, правда? Вполне прилично. Хорошо. А то какое-то... Ну, придумывается. А это вот в литературе используется вовсю. Вот товарищ сидит, допустим, я могу просто сказать, умный человек, хороший студент, а могу сказать, сегодня он выглядел вроде бы прилично. Ну, что значит сегодня? Это значит, сегодня это вроде бы и прилично, а в остальные дни даже и нечего и говорить. Это раз. Во-вторых, прилично, вроде бы прилично. А вроде бы и не прилично. А вроде бы... Ну, это уже вы домыслили, конечно, но оно и приходит к этому. Да. Выглядел. Выглядел это вроде бы прилично, а на самом-то деле. Ну, уж вы думаете... То есть, вот вроде как я ничего плохого про вас не сказал, но уже и так, и так, и так, и так со всех сторон. То есть, если человек владеет этим, он, прежде чем высказаться, он всегда подумает. Как так сказать, чтобы он вроде никого не оскорбил и кто-то так... А вот он надо кого понизить, понизил. А кого-то приподнять, приподнял. Не надо вас приподнять. Умный человек. Скажет, вот он хороший, умный. Да, не дурак. И вот так раз-раз. Ну, можно сказать, не совсем дурак, если еще припустить. Но это уже тут переход, противоположность. Так. Ну вот, мы, значит, получили реальность отрицания. И что у нас теперь от этого всего в голове? У нас в голове нехорошо. У нас уже три объекта в голове. Это уже не похоже даже на диалектику. Ди, это два. А это раздваивается уже плохо. А тут расстраивается. Голова расстроилась у меня. У нас есть наличное бытие, реальность и отрицание. Это не много ли? На одного. Многовато. Как бы надо это дело короче сделать, посократить. Начинаем сокращать. Это следующее движение логическое. Так. Сначала покажем, что в реальности есть отрицание. Реальность есть? Есть. Значит, оно что? Противоречивает. Ну, вот. Ну, что ты? Учили вас, учили. Раз оно есть, то оно бытие. Запомните это навсегда. Вот только это и надо запомнить, если человек. Если сказано, что оно есть, значит, оно бытие. Что нужно сделать, чтобы это запомнить? Оружие нам не дают. Сразу предупреждать. Да, жаль. Ну, вот эти углом хотите стукнуть? Не надо. Я тоже не несу ответственность за это дело. Это когда я уйду. Значит, реальность есть, значит? Бытие. Она бытие. Какое? Наличное. А в наличной бытии что есть? Небытие. Небытие. Ну, уже ясно, что небытие есть. То есть отрицание. Раз уже есть отрицание, значит, мы нашли в реальности, нашли отрицание. Хорошо. Берём отрицание. Оно есть? Раз, берём. Ну, раз есть, значит, мы нашли в отрицании реальность. Если одно в другом нашли, значит, одно и то же. Всё уже, парочки нету, они уже одно. Реальность есть в отрицании, отрицание в реальность, они тоже действенны. Осталось наличное бытие. Так реальность-то есть, значит, оно наличное бытие. И это наличное бытие. Значит, снято различие между реальностью и наличным бытием. Аналогичное с отрицанием, такая же история. Сняты все различия. Реальность, отрицание и наличное бытие. А есть что? Ну вот, вы нас опять вернули назад. Мы когда-то пойдём вперёд, нет? Давайте пойдём. Это же определённость была, поэтому у нас определённое наличное бытие. Вы забыли, что небытие принятое в бытие, так что конкретное целое имеет форму бытия, есть определённость? Забыли? Нет, помню. Сообщники есть у вас ещё? Да-да-да, вот правильно вы садитесь, да. Вот лучик тот край. Значит, у нас есть, запомните, определённое наличное бытие. Единственное требование, как вы можете ко мне привезти, короче. Это требование принимается. Ну, чем короче-то лучше, у вас экзамен. Мы же к экзамену готовимся. Значит, он длинный, короче надо. Определённое наличное бытие короче будет, если в два слова. Наличное сущее. Очень красивое выражение. Что такое наличное сущее? Отвечает сразу на два вопроса. Один вопрос о бытии, а второй вопрос об определённости. Так? Наличное сущее. Отвечает на вопрос, что? Это что? Наличное сущее. Это какое? Наличное сущее. Ну, красиво же. Вот вы у нас и наличное сущее, и одновременно, и бытие, и определённость. Хорошо? Вам идёт быть и бытием определённость. А вам не идёт. Вам ничего вообще не идёт. Вы нас хотели двинуть назад. От наличного бытия к бытию. А это реакция называется. Движение вспять. А мы противники реакции. Мы за прогресс. За движение вперёд. Но можно ещё укоротить. Гегель думал об этом. Он говорит, будут читать мой этот труд? Это наверняка запутается. Надо ещё сократить, что вот для этих вот, даже для первой парты было ясно. Значит, там и написано. Это, короче, нечто. А знаете, что это? Олицетворяет что? Наличное бытие. Что? Это что-то. Это что-то. Вот что это. Вот оно. Что-то. А не. А не это отрицание. Если вы их будете отдельно писать, то это не получится. Единое. Правильно? Не получится определённости. Потому что это уже не определённость. Это просто отрицание. И всё. А если нечто вместе пишется, то это бытие или не бытие? Бытие. Какое? Вот. Молодец. О, он всё реабилитировался. Всё. Возвращаем награды. И всё равно выпускаем. Спасибо. Определённое на личное бытие, на личное суще или просто нечто. И вот теперь посмотрите. Нечто. Вы, когда говорят «нечто», вот подходит картину такую. В музей говорит. О, ну это нечто. Так а что там отрицание? С отрицания начинают. Почему вы отрицаете-то эту картину? А это не отрицание. Это определённость. А в целом это слово «нечто» какое имеет значение? Положительное или отрицательное? Положительное. Положительное, а впереди нахально стоит «не». А вы всё равно говорите «положительное». Вот так. То есть это причём в языке уже сидит эта диалектика. Другое дело, что люди, которые к этому не присматриваются, логически, они этого никогда не замечают. Или вы всегда это знали? Я подозревала. Ну вы подозревали. А вы даже не подозревали. Не подозревали. А потому что вы не подозрительны, а она подозрительна. Вы всех подозревали? Многих. Всех многих. Меня тоже она подозревала. Но мне это тяжело стало работать. Я пойду вон туда лучше. Так, у вас там есть ещё, если я прибавлюсь к китайскому народу, там будет одного человека, это не страшно. Продовольствие всё равно мы вам поставляем отсюда. Идёт хорошо. Так, значит, нечто. Что должны делать мы, когда получили нечто? Вот я обращусь к этому теперь, к кругу философов. Что мы должны делать, когда мы получили категорию нечто? Ответьте мне на этот вопрос, пожалуйста. Рассмотреть. Да, гениально ваше. Рассматривать мы должны. Учитесь. Вот где сидят люди, спокойно мыслят как. Масштабно. Если мы что-то получили, надо это рассмотреть. А другие люди, значит, что-то получили, раз, и выбросит. Самое интересное начинается рассмотрение. Сейчас будем рассматривать. А как мы его рассматриваем? Очень просто. Рассматриваем нечто. И что мы видим в ходе рассмотрения? Первое, что мы видим? Первый вывод. Определенность. Да ладно. Как можно начинать с отрицательного? Сколько я... Бесполезные мои лекции. Пойду повешу сейчас. Причем пойду именно в деканат, чтобы пусть... Прямо у директора пусть висит. И по записку напишу. Из-за одного студента. Из-за одного. Который вместо того, чтобы... Ну, если начинаем, это всегда бытие. Как можно начинать с отрицания? Чтобы отрицание можно только прийти. Как что-то тут непонятно. Мне даже для того, чтобы вас отрицать, надо, чтобы вы были. Если я отрицаю вас, это я только подчеркиваю, что вы есть. Если бы вас не было, я бы ничего про вас плохое не говорил. То есть я всеми своими словами вас поднимаю все время. Про вас я вообще мало говорю. Вот он, он главный объект моего интереса. Я его все время возвышаю. А некоторые жалеют вас. Женщины уже все молодые очень вас жалеют. Даже если такое в языке русском говорят. Ну как, говорит, мы уже любите. Говорят, жалею. Это уже близко к любви. Но еще не доходит немножко. То есть вы правильно сели, все хорошо, но неправильно ответили. Все-таки давайте первое. Если мы рассматриваем наличное это нечто, так оно есть. Правильно? Мы взяли, если рассматриваем, то мы его берем именно. Раз, значит, оно есть. А раз оно есть, то оно что? Бытие. Какое? Мы уже проехали, уже наличное. Пора уже запомнить, что оно уже определенное наличное бытие. Что же вы будете всю историю повторять? Мы, говорит, историки, мы должны все повторить. Начинаем вот с этого, с Киевского княжества. И будем до этого идти. Каждый раз причем. Нет, так мы уже где находимся-то? Определенное наличное бытие. Определенное наличное бытие. Раз это наличное бытие, то в нем есть. Что в нем есть? Становление в нем есть. Потому что наличное бытие – снятие становления. А в становлении есть, кроме бытия, ничто. Докопались? Вот мы и до ваших недостатков докопались. А что до них докапываться? Вы сами объявились, что это ничто. С себя начали. Это вот других надо долго докапываться до ничто. А у вас прямо на поверхности лежит. Плохо у меня. Причем плохо? Нет, не плохо. Но и шафот. Не, не так. И шафот по вас плачет. Не то, что он плох, а плачет он. Так, ну вот. Ну и шафот-то теоретически, чем он там страшный вам? Вас попробуй запугать студентов. Ничего нам не дают. Ни палок не дают, ни пистолетов. Ничего, ничего не дают. Ничем не можем запугать. Каким-то экзаменом только сращают. А что экзамен? Прошел, ну что, вы не сдавали экзамены? После экзаменов не забываешь. В общем, нет у нас никакого средства обучения. Кроме головы ничего не осталось. Значит, нашли ничто. Так ничто-то вы нашли где? В определенном наличном бытии, значит, его надо брать не просто как ничто, а брать как определенное наличное бытие. Отрицательно, определенное только. И как назвать такое определенное наличное бытие, которое противостоит нечто? Что противостоит нечто? Кто решит такую задачу? Если вы берете нечто, а что ему противостоит? Не бытие. Ну, не бытие, это противостоит бытию. А это нечто надо. А? А что? Что-то нет. Чего? Что-то конкретное. Вы даже это знаете, что-то такое конкретное. Я, например, еще не знаю на этом уровне нашего рассмотрения. У нас слово конкретное вообще не употреблялось ни разу. Значит, противостоит ему название для другого нечто, какое название? Для другого, для иного нечто, какое название? Иное. И не надо тут городить огород. Иное. Или другое. Иное. Значит, мы нашли иное. У нас уже два есть объекта. Нечто иное. Ну, мы нечто рассматривали, рассматривали. Давайте рассмотрим иное. Иное есть? Есть. Значит, оно. Ие. Значит, оно не иное. Тогда оно нечто, а вот это иное в отношении к нему, которое было у нас нечто. Вывод какой? Ну, это и здоровье месячное. Нет. Вывод такой, что безразлично, что брать за нечто, что за иное. А не на равных правах. Не торопитесь, молодой человек. Наша жизнь коротка. А вы ускоряете ее. Вы знаете, чем закончится наша жизнь? Зачем это ускорение? Я-то, например, притормаживаю сейчас. Значит, нечто иное. Безразлично, что брать за нечто, что брать за иное. Почему безразлично? Потому что их соотношение не представлено как становление. То есть надо, раз мы в нечто нашли становление, надо, чтобы соотношение нечто иного пристало как становление. Оно пока не пристало. Поэтому безразлично, что брать за нечто, что сделать, брать за иное. Теперь мы нечто рассматривали само по себе, рассматривали, а иное не рассматривали само по себе. Вот теперь давайте рассматривать иное не по отношению к нечто, а иное по отношению к самому себе. А вот что будет иное по отношению к самому себе? Кто скажет? Что? Как вам сложно? Как вам трудно? Ужас. Ну да. Нет, не совсем так. Вы уже ближе всех подошли. Иное по отношению к самому себе есть иное самого себя. Правильно я сказал? Ну это абсолютно точно, правильно? А вы недоговорённость такой, вы что-то там темнили. Недосказанность у вас какая-то. Тут уже ничего не вставишь такое плохое. А вы там что-то заготовили ещё. Между делом просунули и всё. А тут уже всё. Иное по отношению к самому себе есть иное самого себя. А если оно иное самого себе, оно как? Зовут-то его как это иное? Иное, да? Значит, иное по отношению к самому себе есть иное иное. Вот мы приехали к тому, что вы нам обещали. Но мы к нему пришли, выявили. А вы хотели просто, бух, чтобы мы вам поверили. Кто у нас верит на слово? Никто не верит, никому. Нет, есть люди, которые верят всем на слово, но их обманывают постоянно. Значит, иное самого себе. А иное самого себе? Это надо записать. Иное и иного есть что? Иное. Вот и запишите. Иное и иного есть иное. Очень советую. Это сакраментальная фраза. Но спорить будете, что это правильно написано? Иное и иного есть иное. Это правильно же написано? Правильно. Давайте читать правильно будем. Читать можно по-разному. Я по-разному сейчас буду читать. Иное и иного есть иное. Но как вот было иное, осталось иное. Все видят, что оно как было иное. Так иное в начале и иное в конце. То есть иное и иное есть иное. Ничего не изменилось. Было иное и стало иное. Правильно? Так, все согласны с этим? Что вы согласны? Иное иное же. Иное! Иное! Вам что, непонятно, объясняют? Вот люди. А вы-то что присоединились к этой группе? Тоже с ними, да? Это что? А это другой. Что мы должны делать? Выбросить одно или второе? Или должны взять и то, и второе? Одно и другое. Вот. Вот это золотые слова. Значит, мы должны два этих утверждения. Вас это удивляет, что в диалектике берутся два противоположных учреждения. Вот. Я думаю, что вроде бы об этом шла речь изначально. Вот мы к этому и приплыли. Иное иное есть иное. Надо взять и равенство иного с собой. То есть иное иное есть иное. И неравенство иного с собой. Иное иное есть иное. Я же объяснял, что иное. Ну. А если это равенство? Я же объяснял, что оно иное же. Ну что, тут непонятно? Видите, иное? И тут иное. Вот это одно и то же. И равенство с собой, и неравенство с собой. Надо только назвать. Это что такое, когда есть и то, и другое в одном и том же? Это моменты. У нас об этом уже была речь. Моменты неотделимые. Равенство отделено от этого неравенства? Или неравенство оторвано от этого равенства? Не оторвано. Ваши недостатки от достоинства оторваны? Нет. Нет, жаль. А так бы и выбросили эти недостатки, и всё. А так вот начнёшь, потянешь до недостатки. Ещё и достоинства вытащишь из человека. Ужас. Живодёрство получится. Итак, два момента. Нечто. Как называть будем? Как называть будем? Берём на уголок и листаем. Потому что зачем мы будем придумывать? Есть люди, которые придумали уже. Равенство нечто с собой называется как? Существование? Вы даёте. Скокнули на одну книгу. Учение о сущности. Существование. Это восстановленное через сущность бытие. Бытие. Существование. Книга вторая. Потом первая книга вторая. Учение о сущности. Почитайте, пожалуйста. Так что вот это равенство с собой называется в себе бытие. Пишется всё через чёрточку. В чёрточка, себе чёрточка, бытие. Почему через чёрточку? Потому что это не три слова, одно. Один момент. Нельзя их разделять так. Нельзя раскалывать. А второй момент. Неравенство с собой. Как называть? Бытие для иного. Что же через чёрточку? Вот вывод. Бытие для иного. Вы же хотите перестать быть студентом. Каждый хочет перестать быть студентом или студенткой и стать специалистом-историком. Я угадал? Что значит, ну? Это неинтересно. Как вот ваши заслуги, так надо признавать. Как вот я хотел, чтобы вы отметили хоть что-то хорошее. Что я и так про вас ничего хорошего не говорю. А тут, значит, только я что-то хорошее сказал, а тут вы сразу раз. Ну, там это ерунда. Мы недостатки должны отмечать, но и достоинства должны тоже подчёркивать. А как же? Так оно рельефнее будет. Так. Ну вот, теперь разберёмся, как это в русском языке. Слово «в себе» такое значение имеет? Именно равенство с собой или нет? Вот вы сейчас в себе или не в себе? Это интересный вопрос. Что интересно? В себе? Так отвечайте на вопрос в себе. Я не спрашиваю, интересно или неинтересно. Я спрашиваю, вы в себе или не в себе? Мы бегали в себе. А вот я думаю, что вы не в себе, потому что вы даже на вопрос не можете ответить. А сейчас я на вас кричать буду. Что вы не отвечаете? Я поставлю вопрос. Возможно, я не в себе. Неправильно. Это я не в себе. Я вышел из себя. Я же на вас не кричал. Ну, так мы немножко шутили. Вы первые, единственные, на кого я кричал, чтобы показать, что такое выход из себя. А значит, если я не вышел из себя, то я райен самому себе. А если я вышел из себя, это значит райен. Или вы пошли сейчас вот в секретарше. Говорит, а можно мне там то, что она говорит? Сейчас я вот приду в себя. И так, посмотрите, и тогда можете уже мне говорить. А где она была? Если она придет в себя. Была не в себе. Вот как. То есть это широкоупотребительное. А вам что, не по себе сейчас? Вы так грустно смотрите. Вам не по себе? А что такое не по себе? Ну, не равен человек самому себе. Я, говорит, вообще-то человек веселый, а сижу грустный-прегрустный. То есть мне не по себе. А вы? А вы грустные, а сейчас все веселые. Значит, вы наоборот, тоже не по себе. То есть в себе бытие – это равенство с собой. А не равенство с собой. Бытие для иного. То есть не таким становится другим. И одно с другим связано. Но еще это не показано. Вот. В себе бытие и бытие для иного. Вот они находятся в единстве. И раз они находятся в единстве, вот мы... Вы не забыли, что мы имеем дело с определенным наличным бытием? Не забыли? Забыли. Потому что мы определенность вообще кинули. Бытие для в себе, бытье для иного. Определенность, что с ней? Почему мы молчим про определенность? Вы почему ни слова не сказали в защиту определенности? А вы чего? Тоже думаете? Я должен все говорить? Ну, я, конечно, должен. Так, строго говоря, должен, да. Раз я должен, я и скажу. И раз определенность неотделима от наличного бытия, в определенном наличном бытии, то то, что верно для наличного бытия, то верно и для определенности. Не надо ничего доказывать. Только надо, так сказать, повторить это. Сейчас мы это и будем делать. Сейчас будем повторять. Как мы будем повторять? Очень просто. Определенность, которая равна самому себе, которая есть в себе бытие. Это что такое? Это и есть определение уже, а не просто определенность. Но мало того, что она просто равна самому себе, она не просто равна самому себе, она еще и противится переходу в иное. Поэтому это записывается так. И находится в единстве с другим моментом этого нечто, с в нем бытием. А что такое в нем бытие? Вот у нас есть в себе бытие, и бытие для иного. В себе бытие, и бытие для иного. А вот это же в себе бытие, которое сопротивляется переходу в иное, называется в нем бытие. Когда мы говорим в себе бытие, мы просто говорим равно и равно. А вот если вы меня тащите куда-то, куда не надо, а я сопротивляюсь, это я уже не просто в себе бытие, а в нем бытие. Не так-то так просто меня утащить куда-нибудь. я буду сопротивляться поэтому это не третий момент это тот же момент но взята как взятый как противоположность бытью для иного активные поэтому а раз он взят вы на примере того как я вот отталкиваю его уже поняли если я буду активно сопротивляться то он вообще вы не то что я буду зато он до меня будет дотрагиваться вы не больной а потому что если больной то все камня меня это все перейдет а я смотрю с погоня так стоит а потом у меня сибирская я почему потому что если это раз если это противоположность они же соединены раз они соединены то через и но я можно пробраться во в себе бытие правильно и наоборот в себе бытие влияет на иной утверждает себя в ином короче говоря вот почему можно сказать что внутренне во внешнем вот это в себе вот слова в этот момент говорит гегель можно называть в нем бытие а можно просто в вот это супер высший пилотаж науки логики изображается одной буквой в но давайте в нем в портфеле что вы хотите в это внутри они они снаружи и все в в нем бытие в портфеле то есть когда вы берете внутреннюю определенность такую определенность которая что значит внутреннюю внутреннюю это значит что она выходит во вне ну что если я говорю заговорил о внутреннем значит есть внешне а если я молчал бы про внутреннюю то то бы и про внешнее никто не вспомнил. А раз я сказал внутреннее, ну вот кожа относится к чему? К внутреннему или к внешнему? К внешнему. К внешнему. А сознанки кожи не смотрели никогда? Как вам язык повернется сказать, что это внешняя кожа? Ну давайте, если она внешняя, так вы завтра приходите в следующий раз в другой коже. Это куртку вы можете сменить. А кожу, если вы смените, на этом наши встречи и закончились. Сколько нужно поражения кожи, чтобы человек умер? 60% достаточно. Поэтому внешнее – это внутреннее. А внутреннее – это и внешнее. Раз вы сказали внутреннее, значит, вы уже этим словом сказали. Но что такое низ? Что такое низ? Кто-нибудь знает? Ни верх. Ну так вот, это я о верхе же говорю. А что такое верх? Ни низ. А что такое жена? Муж. Муж есть. А там уже речь. А что такое муж? Жена есть. Вот соотносительные понятия. Вот это вот, я чувствую, что это у вас хорошо получается. Тут я даже уступаю. Вот теперь что получилось? Получилось, что вот качество, которое в себе, в простом нечто, качество почему? Мы его специально рассматриваем. Берем одностороннее. То есть берем определенность, но специально ее рассматриваем. Определенность на личном бытие берем. Качество, которое в себе, в простом нечто, и сущность находится в единстве с другим этого, моментом этого нечего, с в нем бытием, есть определенность на личном бытие. Вы чувствуете, на какой уровень вы поднялись уже? Не определенность только на личном бытие, а определение, определение в уши, я не знаю. Вы где-нибудь еще определение, определение видели когда-нибудь? Нигде и никогда, и нету нигде. Есть плохие словари, там написано, это совокупность, признаков, свойств. То есть это такой мешок, куда, знаете, мусор, когда выбрасывают туда, человек идут. И такое, и такое, и такое, и шкурки, и бутылки, и все туда. И металлическое, и стеклянное, и деревянное, и оловянное, и все, что туда собираешь, и несешь и на помойку. Вот такие помоечные определения, определения. А определение – это какая-то определенность, качество, качество. Вот если вы добрые, то, значит, какое у вас определение? Доброта. Это ваше определение. А если вы только добрыми глазами смотрите, а думаете, как бы меня съесть, то это не ваша определенность. Это что? Это только лишь бытие для иного. Это для них, для показухи. Вот для показухи вы добрые, а меня хотите съесть. Это уже свойство. Ой, простите, характер. Характер. Сама говорит, она добрая, но характер злющий, невозможный. Бывает такое? Бывает. То есть они вот эти переходят. Это вот определение и характер. Вот во всех почти книгах наук и логики после 1937-1939 годов перевод сделан почему-то вместо характера свойство. А потом свойство начинается в другой книге о сущности. Вот в том издании, которое в прошлом году вышло под моей редакцией, там сделано, как в 1937-1939 году, определение и характер. Характер продолжения определения, ну какой? Вовне. Но можно пробраться через, они же в единстве, через характер и изменить определение. Если у вас есть какой-то плохой характер, надо поспособствовать, чтобы он ещё ухудшился, и тогда это уже перейдёт и в определение. Я думал, что вы просто так по злому мне отвечаете. Вы на сомнили, что это злющий-призлющий. То есть такое может быть, правда? Переход. Но может быть и наоборот. От чего-то можно в характере избавиться, если определение проявит себя. Поэтому бывает, что люди меняют своё определение. Сначала был человек порядочный, а потом переродился, говорят. Говорят, пример политический. Вот вы знаете, что в 2014 году все социал-демократы были поставлены перед выбором. Либо они продолжают выполнять то, о чём они договорились там на базильском конгрессе, что мы будем выступать против империалистической войны и ни за что не будем голосовать за военные кредиты. А сидели они в парламентах в Европе. Либо они проголосуют против военных кредитов, как это сделал Карл Липпнев, один во всей Европе. Ну и наши, в Думе которой были большевики, тоже проголосовали. Но его в тюрьму наших у нас лучших. У нас Сибирь есть, там свежий воздух. На свежий воздух всех. А другие подумали, значит, я проголосую, меня в тюрьму. А если я... То есть не проголосую за военные кредиты, меня в тюрьму. А если я проголосую, я в правительство пойду. И пошли в правительство. И на этом закончились сезал-демократы и социалисты. Всё, их сфера закончилась. И вот писал Ленин по поводу Жюлия Геда. Во французской социалистической партии было два крыла. Одно революционное, а другое оппортунистическое. Оппортунистическое возглавлял Жерес. Уважаемый. А революционное – Жюль Гед. И вот Ленин пишет. Товарищи рабочие, учитесь на примере всей жизни Жюля Геда, за исключением его изменок в 2014 году. Вот ничего нельзя было предъявить. Ну вот, то есть, наступили такие времена, что надо или туда, или туда. И человек переродился. И то, что было только, может быть, характером, превратилось в отрицание определённости. И стало другое определение. То есть, можно через определённость. Вот пример современный совершенно. Вот есть такая эротическая коммунистическая рабочая партия. Она не зарегистрирована как партия. Раньше была зарегистрирована. И есть Родфронт, куда переливается эта партия, потому что это зарегистрированная как политическая партия. Но каждый член РКРП ещё и в Родфронте есть. В РКРП вполне такая революционная программа. А в Родфронте программа совсем не революционная. Мы за всё светлое и хорошее, против тёмного и плохого. И вот этот самый Родфронт выдвигает рабочего на выборы президента, кандидата, выдвинул. Ну, правда, не додвинул, потому что не собрали подписи. Но само выдвижение. Вот что такое выборы президента в буржуазной России? Это кого мы выбираем? Что такое демократия, если кратко говорить? Демократия. И всякая демократия – это диктатура класса господствующего. Правильно? Какие бывают демократии? Горбовладельческая демократия – это диктатура. Горбовладельцев. Потом идут феодалы. Там никакой демократии нет. Там просто диктатура феодалов. Они в игрушке не говорят. Это вот некоторые говорят. Дайте нам честный выбор. Да самый честный из строя – феодализм. Честнее не бывает. Вот если вы мои крепостные, вот вам три дня у меня отработайте. Идите домой, там и что хотите делайте, как хотите, занимайтесь своим хозяйством. Совершенно самостоятельно. Ничего у меня не спрашивайте. Я не управляю этим делом. Но если вы не придете в следующий раз на лекцию, бейте вас сразу на седную. Нам другое не разрешает при феодализме. При правовладении вы сейчас бы мечом вам стоили и закончили вашу жизнь. А тут только на седную. Не, ну сами же не будем. Мы будем в перчатках ходить. А там за услугу надо будет заплатить. Но это не страшно. Потом вас привезут. Но это было не так давно. То есть там – это диктатура феодального класса. И вот, зато вот мы, дворяне, мы служим. Мы защищаем вас. Но вас на 25 лет в солдаты, где мы будем офицеры. И служить мы начинаем. Цари уже сразу полковничью должность получали еще с детства. И так у них нарастало. Ну и, а что означает демократия буржуазная? Это что такое? Это диктатура буржуазии. Ну и кого вы собрались? На кого вы посылаете своего товарища, рабочего? На то, чтобы оно существовало диктатуру буржуазии. То есть на пост высшего должностного лица в системе диктатура буржуазии. Вы хоть подумали, что вы делаете-то? А мы будем пропагандировать. Так вы пропагандируете то, что вы готовы для того, чтобы куда-то подняться, неважно куда. Есть разница. Потому что одно дело – выборы в Думу. Вот вы избрали там, допустим, сколько-то депутатов, и они будут оппозиционной там фракцией. То есть они будут пропагандировать прямо противоположные тому, что делает правящий класс. Имеют неприкосновенность. И могут там выпускать газеты. И имеют бесплатную связь по всей России. Могут делать запросы. У них может быть пять помощников. Вот вы у меня будете пять помощников. Каждому вы зарплату платите. И бесплатно на электричке будете ездить. Это разве плохо? Но надо будет ездить не только по домашним делам, а еще по политическим. Не думайте, что просто зарплату заплатят и все. Это уже будет разложение. То есть это хорошее дело. Идите, поезжайте там хоть в Владивосток, хоть на Камчатку. Все дорога бесплатна. Но это же для организации трудящихся большое дело. То есть выборы – очень полезная вещь. И участие в парламенте. Только не надо думать, что вы на выборах там победите. В целом больше будет у вас. У вас будет какая-то фракция. Это достаточно для разоблачения неверных каких-то позиций. И для того, чтобы вас видели, обозначили и так далее. Газеты выпускаете. Запросы делаете. Кому на чьё хотите – претендента. Хотите – главы администрации. Хотите – в адрес суда тоже запрос делаете. Вам обязаны ответить. Быстрее, чем простым гражданам. Хорошее дело. Ну, так это совсем другое дело. А тут просто избирают человека на то, чтобы он осуществлял диктатуру буржуазии. Так вы считаете, что если рабочего избрать, осуществлять диктатуру буржуазии, то это лучше будет, что ли? Чем это будет лучше? Во-первых, он уже будет нерабочий. Для начала. Это не то, что советская власть, когда и рабочие, они тут же ещё исполняют. Какие-то государственные обязанности. Рабочим уже не будет. Ну, и такое было. Был за рабочих, стал за буржуазию. Дайте только денег побольше. За кого там у вас надо выступать? Сколько будет стоить? И всё. Продажность это называется. Так что ничего такого тут особенно нового нет. Вот эти переходы здесь бывают. И вот мы с вами выяснили тем самым, выяснили тем самым, что такое определённость и определение. И вот теперь обратите внимание. Давайте рассмотрим вместе. Они в единстве находятся. Определение. Определение. И характер. Вот они берём. Они в единстве? В единстве. Определение – это одно, а характер – это его отрицание. Правильно? Но это другое. Значит, это не… Характер – это же не определение. Определение – не характер. То есть определение как утвердительное, а характер – как отрицательное. Определение есть? Есть. А характер есть? Тоже есть. Вот два определенных наличных бытия. Каждая из них есть не просто наличные бытия, а определенные. И определение – это определенное наличное бытие. И характер определенного наличного бытия. Значит, у вас нечто представлено как становление. Вот этого мы и добивались. Моментами которого есть два нечто. Вот тогда это не просто там безразлично, что брать за нечто, что взять за иное. А у вас они качественно иные. Потому что одно есть определение, а другое – характер. Качественно иные. То есть это называется на философском языке логическом, что нечто положено как становление. Не то, что ему положено стать становлением. Не это имеется, что, дескать, как вам положено. Положено. То есть оно полагалось, и вот оно уже положено. В том смысле, что оно выведено как становление, моментами которого является два тоже нечто. Одно нечто есть – определение, а другое – характер. Вот что такое изменение. А вот теперь мы можем немножко обсудить вопрос о том, как эта категория изменения используется, как она используется в исторической науке и вообще в науке жизни, философии, как оно применяется, это вот определение. Что-нибудь есть в природе или в обществе не изменяющейся? Есть или нет? Нет, ничего, правильно? Ничего нет. Всё изменяется. Ну и что тогда стоят вот такие заявления? Мы хотим перемен. Так посмотрите внимательнее. Вы видите, что они идут… Во-первых, у вас возраст меняется. Вы хотите перемен? Хотя чего? Ну, значит, вы приближаетесь к чему? К смерти. Да, этого и хотите. Понял. Не надо ускорять. Ещё чего вы хотите? Каких перемен? Ну, лучше. Вот сначала девушки, так сказать, они расцветают, а потом стараются задержать дальнейший ход событий с какого-то возраста. Так как потом говорят – молодая девушка, молодая девушка, молодая девушка, и потом умерла старушка. Такого же не бывает. Не бывает же с женщиной, чтобы она не была молодой. А вы, когда у вас морщины будет, вы натяните там кожу сзади и зашейте. Не будет у вас морщин. Вам понравилось? Да, я чувствую, у вас не будет. То есть сами эти вот требования надо изменить. Надо поменять. Во-первых, они пустые, во-вторых, глупые. Даже вот с песней были «Мы хотим перемен», да? Вы получили перемены? Получили. Получили. Ещё каких хотите перемен? Все говорят, что надо поделиться. Так вот, Джао Цзи Ян был освобождён от тяжёлых обязанностей генеральной деграды СК КПК и заключён под арест в Пекине, во дворце. И просидел там 15 лет. В тюрьму не сажали, ничего плохого не делали. Просто он там сидел, во дворце. И умер через 15 лет. И всё. А по поводу всяких заявлений Соединённых Штатов Америки, Великобритании о нарушении прав человека в Китае, им сказали, что это не ваше дело. Вы в своей стране разбирайтесь, мы у вас найдём гораздо больше прав человека. У вас гораздо лучше. У вас один человек 170-100 убил. Недавно женщина тут убивала только что. У вас очень хорошо там в демократии. Там тысячи студентов. И что? Десять тысяч. А у нас миллионы в ходе перестройки. И дети сейчас погибли. Они от чего погибли? От капитализма они погибли. Нет, они не от там. А вот студенты... Нет, вот от этого они погибли. Вот у нас люди погибли от перехода к капитализму. А у вас бы люди погибли от того, чтобы у вас страшное началось явление. Страшнее, чем у нас. Потому что у нас социализм был. А у вас и социализма ещё нет. У вас переходный период. И масштабы гибели людей там будут гораздо больше в Китае, если будет контрреволюция. Чем у нас же контрреволюция произошла. Вы, наверное, не представляете, что бывает в период контрреволюции? Что делали во Франции в период контрреволюции? Не знаете, что делали? Зонтиками выкалывали глаза коммунарам. А вы хотите, чтобы китайским революционерам выкалывали глаза? И дети... А дети их сжигали, их детей уничтожали. Что делали американцы в Сангми? 500 человек собрали и уничтожили. И детей стреляли. Один другого прикрывал, застрелили. Посмотрите сейчас ролик к 60-летию событий в Сангми. А там таких в Сангми было очень много. Просто в этой деревне оказался человек с камерой. И он это все заснял. И то же самое в коммунистической стране тоже... Нет, в коммунистической не могло быть такое. Не может быть такое в коммунистической стране. Что? Красный террор. Красный террор – это очень хорошо. Он ответ на белый террор. Чтобы не было белого террора. Если бы было красный... Нет, дорогой товарищ, вы разберитесь у себя в стране. А мы в своей стране знаем, что сначала был белый террор, а потом был красный. А если вы занимаетесь, если вы соображаете немножко, то, наверное, вы понимаете, что если я пришел к власти, то в гражданской войне заинтересован не тот, кто пришел к власти, а тот, кто ее потерял. Поэтому гражданскую войну кто развязал в России? Кто? Ну что, большевики? Вот мы пришли к власти, большевики, и будем устраивать... Вы дураки, что ли? Не белые, но... Кто не белый? Как не белый? Как не белый? Социалистические. Как не белый? Которые официальные. Но белые еще не существуют. Здравствуйте, молодой человек. Я имею в виду. Нет, как только... Значит, к вашему сведению, в нашу революцию, благодаря вашему, мало погибло людей. Мало. А в нашу революцию почти никто не погиб. В нашей революции было. Вы найдите, вот пойдите на Марсово поле и помяните жертв февральской буржуазной революции. Сколько там? Тысячи. А вы видели жертву Октябрьской революции где-нибудь? Найдите их в табое кладбище. Есть? Ну. Что? Ну, вот вы сидите здесь. Это городская революция. Какой? Какой революции? Октябрьская есть? Октябрьская – это городская революция. Какая? Городская революция? А я думал, это Великая мировая. Продолжением которой является Великая Китайская. А вы, оказывается, продолжением городской являетесь. Вот это да. Такой большой Китай продолжает городскую революцию. После революции у нас, значит, товарищ, все эти члены Временного правительства были заключены куда? Вот тут всё рядом. Петропавловскую крепость. Немножко там побыли. И всех их отпустили. Всех отпустили. Почему? С ними поговорили. С Красновым Ленин поговорил. И тот дал честное слово офицера, что бороться против советской власти не будет. Это вы не знаете. Потому что вы ни то изучаете, ни по тем книгам. Вы Ленина-то не читаете. Вы дураков всяких читаете. Вы не тех, кто делал революцию, читаете, а противников революции. Тех, кто начинал гражданскую войну. И дружков читаете вы их. Вы приехали сюда что изучать? То, что, так сказать, на родину ленинизма или на родину врагов ленинизма приехали? Вы куда приехали-то? Вот я и понял, что у вас достоинства в меньшем количестве, чем... Нет, дорогой товарищ. Вы приехали в ту страну, где была совершена первая великая социалистическая революция, которая уничтожила эксплуатацию человека-человеком. А вы в Китае еще пытаетесь уничтожить, у вас еще наполовину есть, наполовину нет. Надо понять, на какой стадии вы находитесь, на какой стадии мы находились. И вы вот того прогрессивного, что вы могли бы здесь подчеркнуть, а вот всякого реакционного вы можете поезжать и в Америку. Там больше вы прочтете про то, что у нас можно назвать. И вот после того, как всех отпустили, Краснов поехал, честное слово дал, что не будет воевать, сразу поехал на Дон и стал создавать Белую гвардию. Сразу, сразу приехал и стал создавать. И этого Краснова, который начал гражданскую войну, после Великой Отечественной войны в конце поймали и повесили. И он нашел... Это тоже красный террор. И так со всеми негодяями и предателями должно быть, которые не могут слово своего офицера держать. Но сначала был конфликт большевиков с эссерами и меньшевиками, а потом было с Сибирой. Какие меньшевиками? Какие меньшевиками? О чем вы говорите? Когда началась гражданская война, и когда начался белый террор, вот тогда появился и красный террор. И неизбежно. А вы думаете, что... Ленин говорил так, если вы думаете, что мы будете группой, таким правительством, что группа офицеров сможет ему дать по шапке, нет, мы такой группой не будем. И мы будем защищаться. И та революция хоть что-нибудь стоит, которая умеет защищаться. А защищаться от белого террора можно только одним путем – красным террором. Это было еще время после революции. После революции законности другой нету. Старая уничтожена, а новая не создана. Поэтому есть такое понятие – революционная законность. Когда товарищ Мао Цзэдун находился недалеко от наших границ, он уже был непобедим, потому что он был у наших границ социалистической страны. Он был вооружен нашим оружием, и ему помогали всячески, и никакой гомендант не мог его победить. И поэтому, когда у вас, граждане-капиталисты, думали, как вам начать гражданскую войну или не начать, вы ему очень просто объяснили, что у вас есть выбор, вы можете сесть в этот поезд, мы вам гарантируем, что вы часть прибыли будете до смерти получать. Дети нет, а вы будете вот как капиталист. Идите директорами на заводы и работайте. А если нет поезд, не поедете в поезде, поезд на вас наедет. Вы выбирайте. И вот благодаря тому, что они уже посмотрели, китайские капиталисты, что было с теми капиталистами, которые поднялись против советской власти в России, они предпочли не устраивать гражданскую войну в Китай. Скажите спасибо великому русскому народу. В Китае все-таки было в Каштанской войне? Немножко было. Вызвано красным. Немножко было. Немножко? Да. Пять лет. Немножко было. Можно подумать, что Квантунскую армию разбила китайская армия, а не советская. Скажите еще раз спасибо великому русскому народу. Там очень много народу полегло. А вы говорите о красном терроре. Не стыдно вам? Ну, красный террор, во-первых, красный террор. Красный террор, то вы вытащили как жупелы и ходите с ним как дурак с писаной торбой. Не надо ходить с такими глупостями. Я вам про борьбу с Японией, которая душила Китай, рассказываю. А вы мне рассказываете какую-то мелочь по сравнению с этим. Ну, сколько уже задушило китайцев? А сколько погибло русских, когда боролись за дело китайского народа? Скажите, пожалуйста, посчитайте. Сколько? Меньше 30 миллионов. Что 30 миллионов? Какие 30 миллионов? 30 миллионов тех людей, которые страдали от культурной революции, которая погибла? Ну, 30 миллионов по сравнению с полутора миллиардами это очень мало. Что вы нам рассказываете? Вы нас не пугайте такими масштабами. Я не стал нехорошо. Но если бы у нас было полтора миллиарда, мне уже так нехорошо бы не было. И потом, если вы там боролись, борите лучше, а вы начинаете вместо того, чтобы подумать, как у вас таких проблем не было, вы начинаете у нас выискивать. Я сейчас тоже у вас найду. Что у вас там на лице неправильное? Я интернационал заключается в том, что нет границ между коммунистическими странами. Это глупость. Границ нет между коммунистическими странами. Это позиции троцкистов. Между коммунистическими странами есть границы, но это те границы, через которые друзья проходят, а враги нет. Это границы в одну сторону. Знаете, у нас такой железный занавес. Все хорошее к нам приходило. У нас приходили американские инженеры, помогали нам строить электростанции, помогали нам. У нас первый трактор назывался, знаете как? Форд Зон. С Форда приезжали люди, капиталисты к нам. Мы им деньги платили, у нас от сотрудничества было. Все, кто сюда приезжали. Поль Робсен к нам приезжал, пел песни революционные. К нам все приезжали люди. И наш балет выезжал за границу и там нес туда культуру. Больше балета, чем в России и в Советском Союзе и не было нигде. Так что все через эту самую границу проходило. А кое-кто не проходил. А сейчас можно вот чемоданы вестись миллионам долларов. Я скажу, а что везете? Надо заполнить декларацию и дальше я пошел. А вы не спрашивайте. А вы мне рассказывайте, как стало хорошо. У нас все, народ беднеет, а от нас все вывозится. А вы на тут еще плекуши скажете. Вы сейчас сидите тихонечко и изучайте. Это будет хорошо. Так. Значит, вот вот это называется нарушение дисциплины и порядка. Пять минут уже перебрали. Но это у нас дружба с китайским народом. Мила. Десять минут перерыв. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...